Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И сегодня я хочу приготовить романтический ужин для своей жены из Макдональдса. Вечером поеду в Мак, сделаю закупку, одноразовую посуду эту всю, повыкидываю эти все пакетики. Есть у нас дома сервиз немецкий 1955 года. Все на него выложу красивенько и на нашей новой летней кухне устроим романтический ужин. Прежде чем начать выпуск, хочу ответить на вопросы некоторых подписчиков, которые мне задают в директ инстаграма. Саныч, где взять пирометр? Ребят, замечали у меня в сторис пирометр, я им все мерю, и полы, и бочку. В общем, хорошая вещь. И температуру можно померить. Этот пирометр я покупал на Алиэкспресс, но сейчас на Алиэкспресс пирометров просто нет. Или они стоят каких-то заоблачных денег. Есть хороший сервис, где можно найти пирометр, да и не только, вообще любую вещь. Сервис называется Е-каталог. Это агрегатор магазинов. Давайте на примере пирометра я вам сейчас покажу, как его быстро найти. И самое главное, не переплатить за него лишние деньги. Заходим на сервис Е-каталог. Здесь пирометр. Вбиваем. Список всех пирометров. Кому для каких задач нужны? Вот есть от минус 32 градусов до 350. Но у меня все-таки баня. Мне нужен пирометр помощнее. Вот. Помощнее до 700 градусов. Это уж слишком. Вот. От минус 50 до 550 может измерение делать. Здесь есть раздел с отзывами, обсуждения и раздел где купить. Который больше всегда меня, да, я думаю и вас интересует. Здесь мы отсортируем по цене. И смотрим, в каком магазине он самый недорогой. Вот. За 2490 рублей. А самый дорогой за 3990. Понимаете, да, друзья, сколько мы экономим? Больше 1000 рублей экономия выходит. Друзья, перед тем, когда что-либо купить и не прогадать, не переплатить за него лишние деньги, будь то телефон, пирометр, стиральная машина или холодильник, пользуйтесь сервисом Е-каталог. Ссылки я на него оставлю в описании. Добавьте себе его в закладочки и пользуйтесь на здоровье. Экономия должна быть экономной. Ну, а мы пойдем снимать ролик. Так, друзья, смотрите, что делаем. Есть, короче, двойной биг-тест, да, двойной биг-тест за 325 рублей. Мы берем его, этот двойной биг-тест. И, самое главное, настроить количество ингредиентов. Мы убираем все, оставляем мясные котлеты, все убираем, абсолютно все убираем. И у нас будет стейк. Так, друзья, короче, подстава оказалась, представляете, что нету салата. Прикиньте, нет салата. Ну, получается, салат придется взять в KFC. И тогда, ну, что делать, что делать? В KFC соус нужен обязательно. Надо два соуса взять. Из закусок, да? Давайте вот такой картофель. Шоколадный мусс возьмем. Один чизкейк по-американски. Мороженое одно возьмем на двоих. Вот манго маракуйя. Крылышки появились куриные. Давайте куриных крылышек добавим, 6 штук. Прохладительные напитки. Лимонад с Санторини, Бо. Возьмем, короче, лимонад с Санторини. Два штуки. Наверное, хватит? Готово. Полторашка, полторашка. Так, друзья, смотрите, какая у нас тут красота. Просто неописуемая красота. Короче, скоро будет проектор. Мощнейший, просто мощнейший. Экран будет 2,5 на 4 метра. Так, давайте, пока Скоробейкина не пришла. Прежде чем приступать ко всему этому делу, надо поджечь вонючку от Каморидзе. Помните эти вонючки, ребят? Так-так-так-так-так. Поменьше льда. Так, друзья, все вышло на 1580 рублей, плюс еще 150, 149 рублей салат EFC. Ах, тут в подарок даже стрит издали, да? Все горячее, все горячее. Криветосики. Так. Стейк раз, стейк два. Вот так вот. Все. Крылышки куриные. Сбоку креветочки будут лежать. Так, Скоробей, это вот для тебя такой романтический ужин. Ты пригласил меня, да? Да. Романтический ужин на нашу маленькую Грецию. На нашу маленькую Грецию. Смотри, я ты сразу ознакомлю с меню на сегодня. У нас есть салат терияки. Да? Это что, это салат? Да, это салат китайский. С китайским соусом терияки, с курицей и зеленью. Очень вкусные. Потом идет стейк из говядины. Ну, не стейк, котлета из говядины. Потом идет такой картофель. Ты же любишь картошку? Крылышки. Потом криветосы. И еще, не знаю, как тут. Один кусочек курочки. Как-то появилось. Да, и десертики. Но прежде чем начать, предлагаю чокнуться и сказать тост. За тебя, за эту красивую кухню. Да? Угу, спасибо. Мы, так сказать, обмываем ее сегодня. Вот такой, по этому случаю, я решил тебе романтический ужин сделать. Мне кажется, надо теперь всегда здесь кушать. Да. Я тебе хочу сказать, что это романтический ужин я, естественно, не сам готовил. Да, я вижу. Ты понимаешь, да? Где взял? Я угадаю, где взял. Мне кажется, это Макдональдс. Ну, для этого не Макдональдс. А это КФЦ? Нет. Вот этот кусочек? Нет. А где? Подарок дали. Где тебе? В Макдональдсе. За Биг Тесте. Одну такую котлетку? Да. Ты представляешь, я Биг Тесте купил без ничего. Это котлеты? Да, двойной Биг Тесте. Только булка. Ну, ничего, может, ты любишь мясо поесть с хлебом. У них есть такой выбор. Можно все убрать. Представляешь? Да. А салат необычный такой откуда? Чести. У них такой салат появился? Давно. Я уже делал обзор на него. Ты делал обзор, а я его не пробовала. Да. Положи себе чуть-чуть. Видите, в чем прикол? В Макдональдсе сейчас нету... Салатов. Салатов, да. Самое больше всего, что я любила в Макдональдсе, это салаты. Их нету. Я говорю, почему нету? У меня романтический ужин горит. Почему летом нету салата? Они сказали, как коронаминус начался, отменили салаты. А что, салат является какой-то особенный... Разносчиком. Разносчиком. Типа, салат больше разнесет, чем картошка, да? Ну, картошка, видимо, из-за того, что в термообработка. Хотя в бургере у тебя лежит и лук свежий, и вот это. Да. Так, что салат теряйки? Хотя вкусный. Вкусный, да. И стоит цело 149 рублей. А еще в Макдональдсе... А ты поняла, почему я романтический ужин из Макдональдса делал для тебя? Потому что он рядом с нами. Потому что ты любишь Макдональдс. А, ну это я его люблю, да. Знаешь, что еще в Макдональдсе убрали? Если нас кто-то смотрит, то и причастен к этому. К уборке, да, это... Кто убрал летом холодный кофе со льдом из Макдональдса? Кто? Назывался Ice Latte. Скажу так вам, ребят. Отдельно есть котлеты без биктеста, это не очень. Она сухая, как подошва. Надо было сказать соусом, чтобы полили биктестовским. Вот это лучше сколько-то. Вот креветочка. Но зато, видишь как, как будто не фастфуд, да, вот так я разложил все красиво. Цветы. Проходите, проходите. Нечего на нас смотреть. Да, надо блины с гаражей в живую строить. На самом деле, все ходят, любуются. Смотри, в Макдональдсе появились эти, крылышки. Все ходят, любуются. Нашим участком. Если бы был конкурс на самый красивый участок, мы бы заняли второе место. А кто первая? Участок с цветами. Ага. Ну скажи, с ним соревноваться сложно. Ну да, он бы мне конкурс нашел, скорее всего. Ну да, тогда первая. Попробуй крылышки с Макдональдсом, скажи свое мнение. О Макдональдсовских крыльях. Да, ни разу не пробовала. Отсой полный вообще. Стоит и жужжит. Обычная курица. Как будто на сковородке пожарили. Угу, точно. То есть нет вот этой, как в KFC, пикантной какой-то секретной остринке вот этого супер соуса. Обычная курица. Я бы второй раз в Макдональдсе не стал брать. Я бы первой не стала брать. Что кинул? Лед. Ну вот креветки мне нравятся. И вот мне нравится вот этот картофель по-деревенски. Очень вкусный облит. Облитка. Что там свеча наешь? Как себя чувствуют? Жекалки прилетели. На цветы. А, это опыляют. Угу. Ну так уже поздно вообще там. Ну это шмели. Помнишь, сказали, что есть шмелиный мед? Ага. А мы судорожно начали искать его в интернете, чтобы купить и попробовать. Ребят, кто пробовал шмелиный мед? А вот креветосики у них вкусные. Ну как у тебя такая романтика? Каждый день он хотел такую романтику. Да? Угу. Тоже не любят фастфуд. Кстати, вот такую картошку я первый раз в Украине попробовал. У нас ее раньше не было. Вот с этим, поливкой. Только там у них еще есть каким-то луком таким, знаешь, вот который хрустящий лук такой, зажаренный сильно кусочком. Ну что, попробуем. Скоро, скорби, ну что, скоро проектор нам придет, сделаем экран, да, с тобой большой. Будем сидеть, смотреть. Куфик закажем. Угу. А зачем здесь стулья живет? Ну ты на стуле не развалишься. Да, ну да. Я буду на качеле. А я допустим. Еще все-таки кальян хочется. Чтобы укурку совершить. Ну мы же не курием кальян. Ну я чуть-чуть могу. Кальян нравится просто внешне, как элемент декора. Элемент укурки. Чувствуешь, я поджег укурку? От комаров. Я вообще не чувствую. Тут от комаров укурка. Знаешь, я тебе так скажу. Что-то стало холодать. Укрывайся. Замечательные пледы в Икеа продают. По 140 дают рублей. По 119 рублей. А, 119? Да. Вообще отлично. Так они и греют еще, что самое интересное. У нас же такое уже один есть. Ну, тут я с тобой не соглашусь. Вещи не могут греть. Это наше тепло не улетучивается. Хорошо, мое тепло не улетучивается. От этого я греюсь. Ну, что, давай в десерте сейчас попробуем. Давай. А то я его уже наелся. Я тоже. И будем подводить итоги. Да. У тебя в биг-тейсте получился дешевле с двумя котлетами? Нет, конечно. Прикинь, они не вычитают. То есть, вот сколько он стоит, убираешь ты из него помидор, 3 куска сыра. Не дешевеет, прикинь? Интересно. Это очень странная позиция. А продают у него как биг-тейсте, понял? Надо было цело купить и самому все достать. Да, сам он мокрит тогда будет. Так что, ты представляешь, биг-тейсте, какой он мокрота? Особенно двойной. Это просто... Ой, такой вкусный. О-о-о. Ты... Нет, я бы двойной не смог съесть. Ты смогла? Нет. Я теперь и одинарнее. Нет, большой. Я теперь маленький, покупаю детский. Есть появился детский биг-тейсте. Вот так, по-моему, называется биг-тейсте. Алик съедал двойной, или два одинарных, больших. Тейсте? Да. Помню, мы зашли, он купил колы и два биг-тейсте, и все это впорол. Серьезно? Ну, он же мордоворот. Целых два биг-тейсте съел. Да. Может быть, ты путаешь, но, может быть, сел два чизбургера. Это чизбургеры ему так, на закусочку. Вкусный, кстати, чизик. Нежный. Не плотный, а нежный. Да, вот это попробуй. Давай. Это что такое? Бесерт замороженный шоколадный мусс. А, ну это как-то чизкейки нам как-то раз вот такие давали попробовать. Ну-ка дай. Какао. Да? Как будто мороженое шоколадное растаяло, и его потом взбили в пену. Мне тоже вот это больше понравилось. Ну, ты, в общем, сразу меня спалила, что это все с Макдональдса. Сюрприз не удался. Нет, ну, в смысле не удался. Я же рада. Я хотел, типа, до последнего, потом в конце ужина сказать, что это... Мне такой ужин очень понравился. Но он дорогой. Он и дорогой тоже. Я скажу так, знаешь сколько? За счет 1700. Нифига себе. 1700? А почему так дорого? Ну, 1580. Сейчас, подожди. Что-то там кто-то на эндуро. Эндуро-мотокросс проходит у нас. Нифигомка. Нельзя так. Собьет там. Белонок может выскочить. Наш бы выскочил. Короче. 1500, 8600 вышло почти с Макдональдса. И 149 рублей этот. А если так дорого-то? Такие цены. Такие цены на Макдональдс. Ты что? Очнись. Макдональдс давно уже. То есть мы на полторашку можем в каком-нибудь нормальном, ну, более-менее приличном месте посидеть, да так? Мы в Оршинбаскете. На полтора рубля можем поесть. Да. Интересно, открылся он? Я думаю, нет. Это манго. Это манго. Как думаешь, открылся Оршинбаскет? Я не знаю. Еще ни один блогер обзор на него не сделал. Странные темы. Обычно как что-то новое открывается, все бегут. Я предлагала тебе сделать. Там шумно очень было, помнишь? Там можно выйти. Вот это вкусноты. Друзья, короче, крылышки не берите в KFC. Ой, в этом, в Макдональдсе. Лучше сходите в KFC. Ну, обычные крылышки, ничего в них нету. Просто как будто пожарили, и все. И то даже, ну, какие-то прессы. Курица как курица. Вы лучше посмотрите, вот что у нас. Как свеча горит. А в ночи как красиво. Так, подписывайтесь на мой инстаграм, Богомолов сам. Или на инстаграм Скоробейкина. Я его начинаю активно вести. Ссылки на инстаграм Скоробейкина я оставлю в описании. Посмотрите, она сегодня вечером снимет, как оно в ночи будет гореть, да? Да. Вот, а видео уже, я думаю, завтра, наверное, выйдет. Как-то так. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Саша Богомолов. Моя ненаглядная Скоробейкина. Всем пока-пока. И приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok